Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 22 апреля. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. Кресло зама пусто не бывает. Блок санаторно-курортного комплекса и торговли возглавил Юрий Поляков. Яйцо – символ Вселенной. В археологическом музее Горгипи открылась выставка пасхальных яиц коллекционера Марии Писаренко. Больше, чем звездопад. Сегодня ночью анапчане смогут увидеть осадки метеорного потока Лириды. Об этих и других событиях подробнее. Улица Горького на лето станет исключительно пешеходной. В курортный сезон улицу будут полностью перекрывать для движения транспорта с 10 утра и до 10 вечера. Об этом сегодня сообщили на планерном совещании в мэрии. Также стало известно, что автобусы на Радоницу станут бесплатными, а в Пасху транспорт будет работать до полуночи. О точных маршрутах и кадровых переменах на городской планерке узнал Вадим Родин. Обеспечение всесторонней безопасности задолго до начала сезона – одна из основных задач властей. С этого и начал планерное совещание мэр Сергей Сергеев, подчеркнув, что источником все большего числа преступлений являются незаконные мигранты. Находящийся на территории, в том числе занимающийся трудовой деятельностью. Я очень надеюсь на полицию. Очень надеюсь, что это работало все. Благодаря действующему телефону доверия удалось уже закрыть один игровой клуб, пресечь деятельность нескольких наркопритонов. Все звонки анонимны, и ни одно сообщение не остается без должного внимания со стороны администрации и полиции. С начала года выявлено 15 объектов, изъято 170 единиц игрового оборудования. Глава города Сергей Сергеев поблагодарил всех анопчан, которые звонят на телефон доверия и сообщают важную информацию о нелегальных игровых клубах. Напомним номер этого важного телефона – 52666. В июне начнется выдача земельных участков многодетным семьям. По словам первого заместителя мэра Светланы Яровой, уже сформировано около 150 участков. Сергей Сергеев также недоволен промедлением в ремонте объездной дороги, идущей через кладбище, и других дорог в городе и на селе. Оправдание в том, что система торгов и контрактов неоперативна, глава города не принял. Мы как работаем? Мы сначала ждем первенства вас, вы нам объявляете, что деньги есть. Потом мы что-то делаем? Потом мы начинаем разрабатывать проектно-следовательную документацию. Ну, соль, если так по-русски сказать. Еще проходит 10 дней, месяц и так далее, только потом мы объявляем городскую процедуру. Май месяц, ребят, а у нас ничего не делается по дорогам. Я вчера проехал попросовестно, ничего там не делается, кроме колышков, который ежедневно два раза прошел. Вот. Непонятно, что будет, когда будет техники, никакой дорожной я там не увидел, которая удолжна быть, ловольчик, техника и все-все-все-все. Есть хорошая русская пословица. Дорога ложка комбеза, понимаете? И зачем я буду населению объяснять, которое пойдет на день повиновения усопших, опять по ямам, по колдобинам этим и все, и я буду объяснять, что у меня вот так, вот контракт, вот это. Дорогие друзья, я вас всех предупреждаю. Считайте меня самодуром, кем угодно, но я следующий контракт буду проходить с дворей. Заместитель главы Людмила Гузенко рассказала, что проверка работы штабов по исполнению детского закона в сельских округах выявила ряд серьезных нарушений, вернее, отсутствие работы как таковой. В Астагальском сельском округе закрыт был штаб, вообще никакие рейдовые группы не работали, в помещении света вообще не было. В Джилинском сельском округе было все закрыто, рейдовых групп не было, штаб не работал. Поэтому, Сергей Павлович, я проведу штаб. Сначала объяснение отдала, и мне представьте, а потом мы решили, надо проводить объяснение, вам необходимо получать сразу. Как только обнаружено, это безобразно. В Анапе начинается подготовка к майским праздникам. Это и Первомайское шествие трудовых коллективов, и Парад Победы, и Радонинца с Пасхой. К праздникам Анапа должна провести очередной большой субботник, а транспортники позаботились о том, чтобы на родительский день проезд был бесплатным. 12 и 13 мая 2014 года прогноз пассажиров автобуса на городское центральное клавище, регулярном пассажирском машине номер 11, гостиницы, занятия общественные сооружения, будет осуществляться бесплатно. Центральное движение пассажирских курсов по маршруту 20 минут. Также на планированном совещании был представлен новый зам по санаторно-курортному комплексу. Юрий Поляков работал в этой должности много лет. Без малого год назад покинул эту должность. Теперь снова будет курировать курортную отрасль и торговлю. Вадим Родин, Анапа-регион. 5 мая православный мир отметит Светлое Христово Воскресение. В преддверии праздника в Анапском археологическом музее Горгипи открылась выставка пасхальных яиц коллекционера Марии Писаренко. Представлены экспонаты из 47 стран мира. Яйцо из камня, фарфора, металла, стекла и других материалов. Всего же их 2000. О пасхальном сюрпризе расскажет наш корреспондент Светлана Авилова. Яйцо – это символ новой жизни. От каждого экспоната исходит живое тепло, говорит коллекционер Мария Писаренко. Тяга к декоративному яйцу появилась у нее еще в детстве. Она у меня как-то с детства. Не знаю почему, но я помню, что я пионерскую газету редактором была, выполнила в форме яйца. Ну, все удивились, честь чего ватман вырезала так. Сама собой даже полюбовалась, мне понравилось. Перебирая вещи в бабушкином сундуке, Мария Алексеевна обнаружила зеленое яйцо из смальтового стекла 1902 года. Эта вещица тронула ей душу. С тех пор, вот уже 30 лет, Писаренко собирает декоративные пасхальные яйца. Не ради выставок, а так, для удовольствия. Это и шедевры народных умельцев, и заводские работы из 47 стран мира. На первом стенде представлены экспонаты 18-19 веков и первой половины 20 века. Одна из любимых экспонатов автора – яичная скорлупа «Пески времен». Тут же коллекцию прошлых веков дополняют фарфор и ладанка, туалетные приборы в форме яиц, зеркало, пудреница, флаконы духов, различные копилки. Сиреневое яйцо с цветами – это кузнецовский фарфор. Он считался очень ценным материалом, поэтому изделия из него обязательно были в коллекциях царей. На нижней полке первого стенда представлены работы английских фабрик. Среди русских народных художественных промыслов особое место принадлежит искусству лаковой миниатюры. Каждый, наверное, знаком с черными лакированными коробочками различных форм и размеров, украшенными тончайшей миниатюрной росписью. Эти изделия создают мастера лакового промысла, известного с конца XVIII века. Представлены сюжеты на библейскую тему. Рождество Христа, Мадонна с младенцем, Вознесение. Не менее интересна техника декорирования поверхности различными материалами, так называемая инхрустация. Нежно смотрится бисер, ярким блеском сияют стразы, а также узоры различных металлов. Огромное место отводится серии пасхальных яиц из стекла. А вот эти экспонаты автора Валентины Семеновой находятся в коллекции Елизаветы II. Работа «Яйцо в ладони» привезена из Иерусалима, а яйца в форме рыб прибыли сюда из Индонезии. Пополнять коллекцию Марии Писаренко помогают друзья, родственники и знакомые. Увидев где-то необычное яйцо, они вспоминают про ее хобби и обязательно покупают ей в подарок пасхальный сувенир. Видите, как промыслы авторов, чтобы материалы. У меня направление такое не добавить что-то, а да-да-да, прославить. Вот я бы так сказала, прославить тех людей, которые творят это. Представленная коллекция – живой, целостный художественный организм, объединяющий различные стили, школы и формы, несущие в себе единый образ мира. Выставка завершит свою работу 19 мая. Так что у анапчан и гостей курорта есть еще время прикоснуться к искусству Франции, Англии, Германии, Италии, Чехии, Польши, Китая, Египта и других стран. Сегодня в храме святой великомученицы Варвара осветили купола. Этот храм назван в честь обычной русской женщины Варвары. Она, не щадя себя, ухаживала за больными, ранеными солдатами. Доброта и ее терпение не знали границ. В начале 21 века Варвару причислили к лику святых. Сегодня в преддверии Великой Пасхи произошло одно из самых важных событий для православных верующих – установка купола. Подробности смотрите в сюжете. Несмотря на дождливую погоду, строительные работы идут в полную силу. Возле храма десятки прихожан. Прибыли священники из города и окрестных сел. Во главе с благочинным Анапского округа, протеереем Виктором, они совершили обряд освящения купола и крестов. Строители разработали красивый проект. В новом храме святой великомученицы Варвары будут проходить службы, литургии и праздники. Сегодня маленькая церковь не вмещает всех верующих субцехского сельского округа. Поэтому нынешнее помещение переоборудует под воскресную школу. Я думаю, что храм, в который в ближайшее время придут прихожане, жители нашего города, будет подавать надежду на совершение только благих дел. Будет сплачивать весь наш народ. Будет светить им, освящать путь и оставить все грехи на этой земле. А купол будет освящать только лишь правильную и верную дорогу. Завершился торжественный праздник установкой купола. И скоро каждый верующий сможет поклониться святым крестам и иконам уже внутри храма. Анна Жигалова, Роман Карпов, Анапрегион. 19 апреля во всех городах края прошла всероссийская акция «Библионочь». Ее придумали для популяризации чтения и поддержки интереса к литературе. Ради этого многие библиотеки на одну ночь превратились в театрализованные мастерские. Анапскую акцию «Библионочь» посетило более трех тысяч человек, большинство из которых дети. Во второй городской библиотеке прошел вечер интеллектуального досуга с элементами сказки. Викторию навели не сотрудники библиотеки, а сказочные персонажи – Золушка и Буратино. Все программы в этом году объединила тема «Большое литературное путешествие», которое не обошлось без музыкальных выступлений. А на общении смогут увидеть космические осадки метеорного потока Лириды. Апрельский звездопад ожидается с полуночи до 6.00. Название этого явления Лириды связано со звездием Лиры. С Земли кажется, что именно оттуда падают метеориты. Увидеть звездопад можно будет в северо-восточной части небосклона. Лириды обычно немногочисленные, но бывает, что в течение часа в небе появляется до 100 метеоров. По мнению ученых, обзору может помешать яркая луна. Так что наблюдать звездопад специалисты советуют ранним утром. И новости спорта. В минувшие выходные в Анапе завершился первый этап чемпионата России по РЭКБ-7, в котором приняли участие мужские команды из Дагестана, Красноярска, Пенза, Казани, Подмосковья и Краснодара. После первого дня соревнований определились команды, которые вышли в решающий финал. С 10 утра и до самого вечера на стадионе «Спартак» спортсмены боролись за первенство. Краснодарский клуб «Кубань» на протяжении всех турнирных матчей показывал высокие результаты, но в финальной игре уступил в свои позиции. Со счетом 16-28 победу одержала команда из Подмосковья. Мужские соревнования тут же подхватил первый тур женского чемпионата, а следом начнутся уже всероссийские детские соревнования. Динамично, вы видите, аплодисменты. Зрители поддерживают успешную, хорошую атаку каждой команды. Но хорошая атмосфера, прекрасная солнечная погода. Что еще нужно для регби? Больше ничего. Мы очень довольны, что проводим уже не первый раз здесь женский тур. И вот мы привезли мужской тур. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Во вторник, 23 апреля, в Анапе ожидается переменная облачность. Чаще ясно. Температура воздуха в дневные часы 9-11 градусов тепла, ночью около плюс 10. Ветер переменный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.